Сегодня я хочу вам рассказать про свой уход за лицом. Здесь я собрала как какие-то новинки, которые мне недавно появились, и я начала ими пользоваться на регулярной основе. И также здесь есть уже абсолютно проверенные вещи, которые я постоянно покупаю заново, как только у меня заканчивается это средство. И, в общем-то, давайте я начну с того, что объясню, какой у меня тип кожи. У меня кожа, в принципе, нормальная. Немножко бывает склонная к жирности или к сухости, в зависимости от погодных условий или того, насколько обезвожена или не обезвожена она. Ну, в принципе, я могу описать свой тип кожи как такой истинно нормальный. Мне уже исполнилось 30 лет, поэтому главная такая особенность, на которую я обращаю внимание, это именно мимические морщины. У меня мимические морщины появились уже очень давно, где-то еще когда слегка за 20 мне было, и все косметологи мне это объясняли тем, что это от обезвоживания. Поэтому основной акцент у меня был именно на увлажнении кожи. Также у меня кожа, ну, скажем так, относительно чувствительная. Когда я выбираю какие-то кремы слишком питательные, то это у меня может вызвать сразу реакцию в виде каких-то прыщиков. Причем как бы не просто где-то один тут, один там, а именно меня обсыпает конкретно. Поэтому сильно тяжелые какие-то средства мне не подходят. Поэтому я ищу сейчас такие средства, которые будут мне помогать именно в борьбе с мимическими морщинами, именно на лбу, вот здесь вот между бровями, вот здесь я уже в носогубной складке замечаю, что они начинают больше проявляться на шее. Ну, в общем-то, такие типичные вещи, которые уже начинаются в возрасте около 30 лет. Поэтому если у вас что-то похоже, то я думаю, вам будет достаточно интересно, потому что здесь есть средства, которые реально очень круто работают. И давайте начну, наверное, с новинки. Первое, о чем хочу рассказать, это будет вот такой вот крем, вернее даже флюид для контура глаз. Это марка Ирен Букур. Здесь у меня 4 средства от этой марки. Я недавно ее попробовала. Ну, как недавно, я уже пользуюсь этой маркой, наверное, больше месяца. То есть я дала ей такой хороший тест, и дала возможность себя проявить по максимуму. Что касается конкретно этого флюида, то меня он не сильно впечатлил. Здесь заявлено, что это интенсивное увлажнение. Также он убирает морщины и темные круги под глазами. Я могу сказать только то, что он достаточно хорошо увлажняет, и все, больше я ничего не заметила, чтобы он еще что-то дополнительно для меня сделал. А пользуюсь, как бы, это не такое средство, которое, вот, знаете, я настолько мне не понравилось, что я его выброшу и буду пользоваться чем-то другим. Это скорее такое средство, которое, раз уже, скажем так, ну, допустим, в него вложены деньги, то я его допользую, но покупать заново не буду. Что касается того, что я делаю дальше у себя на лице, то я сейчас пользуюсь тоже еще вот такой вот сывороткой для лица. Это снова Иран Букур, и это сыворотка антивозрастная. Здесь пептид яда, какой-то гадюки, в общем-то, и самое главное, что здесь заявлено, это избавляет от таких вот уже зрелых морщин и мимических морщин. И это как раз вообще средство, которое вот здесь вот мое имя можно написать, то есть то, что я как раз с чем хочу бороться, то оно, собственно, и должно делать. Изначально я думала, что это крем для лица, ну, вот просто как сыворотка для лица, и удивилась тому, насколько маленький тюбик, потому что здесь всего 18 мл. Потом я поняла, что это именно сыворотка, которую нужно наносить очень локально, то есть если, например, у вас есть проблема с морщинами на лбу, то сугубо вот так вот на лоб, массирующими такими легкими движениями наносится эта сыворотка на эту зону. Если где-то еще, то, собственно, куда-то еще. Я наносила эту сыворотку вот на лоб, между бровями, на носогубную складку и на шею. Мне кажется, что все-таки от нее эффект есть, потому что мгновенно сразу после нанесения чувствуется такая вот как легкая подтяжка. Это не сухость кожи, а именно вот такой, вы знаете, немножко вот как будто, не знаю, как-то разглаживается кожа или что. Вот я не знаю, как это описать, но есть вот такой вот именно легкий эффект. Нельзя сказать, что это прямо, знаете, натянуло мне кожу, как будто сзади кто-то меня вот так вот схватил и натянул кожу. Нет, не настолько сильно, но тем не менее очень приятный такой эффект. Я буду пользоваться до конца, посмотрю, как бы, как я выглядела там месяца два назад по видео, посмотрю, как я сейчас выгляжу. Если мне понравится то, что я увижу, то я скорее всего, наверное, перезакажу ее заново. Если я особо какой-то сильно большой разницы не увижу, то, возможно, не буду заказывать. Но мне кажется, что сыворотка действительно работает. Что касается кремов, то мне очень понравился крем. Я уже закончила его полностью и 100% буду заказывать еще. Это крем, который продается в Faberlic, но это марка Sengara. Называется он гель для лица и шеи. Здесь такая прикольная упаковка, он вот так вот открывается, тут такой носик появляется и прокручиваете, он прячется. Короче говоря, здесь написано, что это сугубо увлажняющий крем. И я вот с этим утверждением согласна просто на все 100%, потому что этот крем, это вот как вода для вашей кожи. После его нанесения, вот действительно кожа чувствует себя так, как будто она попила воды. Вот по-другому я не могу это описать. Никакие там морщины, ничего, я не могу сказать, что она там разглаживает или как-то еще что-то с ними делает. Вот просто, если регулярно, вот каждый день не пропускать и каждый день ей пользоваться, действительно кожа начинает вести себя совсем по-другому. То есть видно вот этот такой вот, знаете, какой-то лоск появляется, вот когда кожа действительно увлажненная и нет признаков обезбоживания. Действительно очень классная штука, у меня полностью закончилась, поэтому буду заказывать себе заново. Что касается вечернего ухода или ночного, то после опять-таки сыворотки Иран Букур я сейчас использую масло. Это масло от компании Илука или Айлука. Я его показывала в видео про косметику из Австралии. Если вы не видели, то обязательно посмотрите, я вам оставлю ссылку, где можно будет нажать, куда можно будет нажать и посмотреть. Тем не менее, в общем-то, это косметическое масло. Я использую вот 3 капельки. Здесь действительно настолько маленький расход. Вот сейчас если так вот посмотреть, возможно вам будет видно. Вот я им пользуюсь уже больше месяца, наверное, и здесь еле-еле, может там 3 миллиметра ушло этого масла. Здесь вот такая вот пипеточка. И с помощью этой пипетки можно наносить ровно столько средства, сколько нужно. Я 3 капли, ровно 3 капли, ни больше, ни меньше, наношу на ладошку. Вот так вот пару раз промакиваю и потом вот такими вот движениями промакиваю по лицу. Очень-очень приятное масло. Пахнет оно вот как, сугубо как оливковое масло. Никаких приятных там особенных запахов нет. Но тем не менее, создается такая вот пленочка, немножко жирноватая. Нельзя сказать, что прям совсем, знаете, оно впитывается. Нет. Оно оставляет немножко жирную пленку и на утро эта пленка пропадает, но все равно кожа вот такая вот как бархатистая от нее. Очень мне понравилось это средство. Оно у меня не вызывает никакие не прыщи, ничего такого, потому что многие боятся, что если кожа и так проблемная, что масло это вообще просто капец. Но на самом деле, вот такие косметические масла очень сильно набирают популярность. Их делают некомедогенными. Уже очень долгое время на рынке существуют масла именно действительно для такой серьезной проблемной кожи. И люди, многие покупают и говорят, что очень круто работает. Поэтому масел таких не стоит прям бояться. Я на себе попробовала, мне понравилось. Поэтому я думаю, что если подобрать масло именно под свой тип кожи, то это ничего плохого вам не сделает. Дальше у меня здесь осталось 5 средств, которые сугубо это маски или какие-то пилинги. В целом я хочу сказать, что в таком вот возрасте, как у меня, очень важно использовать какие-то пилинги и маски. Потому что обычный уход это, скажем так, поддержание вашей кожи, ну максимум поддержания вашей кожи в том состоянии, в котором она есть. То есть стараться, чтобы ничего там, не знаю, хуже не стало. Когда вы используете пилинги и когда вы используете какие-то маски, вы все-таки немножко, но улучшаете. То есть, ну может быть, это какой-то микро шаг назад, но в то же время назад, я имею в виду в молодость, а не назад, в смысле там хуже сделать. То все-таки какой-то может микро шаг, но все равно это шаг именно в сторону как бы молодости. Какие-то реально видимые изменения может сделать только косметология, какая-то аппаратная косметология, ботокс и так далее. То есть вот обычный крем, если взять, он не сделает в любом случае какое-то меда там, чудо не произойдет. Но тем не менее, маски, пилинги, они все-таки свое дело делают. Сейчас я вам покажу маску, которая мне очень сильно понравилась. Это маска от Ирен Букур. Называется Фитомаска эффект мгновенной красоты минус 7 лет здесь заявлено. Я эту маску пробовала, кстати, в то время, когда у меня мама в гостях была. И я решила вообще, что может быть лучше, чем проверить эту маску на нас двоих. То есть у меня кожа еще такая относительно молодая, у нее кожа уже, скажем так, ну не совсем такого молодого человека, поэтому мы вместе себе эту маску нанесли, подождали все здесь, как заявлено, то есть здесь 15 минут, мы посидели с этой маской, смыли, и мы обе заметили результат, что лицо просто очень сильно посвежело. То есть нельзя сказать, что морщины там как-то разгладились, или там прям вообще такая лифтинг или подтяжка какая-то произошла. Нет, просто вот общий тон лица очень какой-то такой вот яркий, какой-то вот свежий просто. И действительно вот кажется, как будто хорошо выспалась, я не знаю, или там провела время в отпуске. Вот как-то так вот. Действительно очень свежий, очень такой вот здоровый вид кожи стал. Еще одна маска, которой я тоже пользуюсь, это снова Иран Букур. Маска интенсив, энзимная. Энзимные пилинги я люблю в целом, потому что вообще пилинги это очень классная штука для того, чтобы обновлять кожу, чтобы не было вот этой загрубевшей кожи на лице, чтобы кожа обновлялась. И когда кожа обновляется постоянно, то частично тоже как бы разглаживаются мимические морщины от этого. Конкретно эта маска мне понравилась, я не могу назвать ее прям абсолютным фаворитом, то есть она работает как любая другая, наверное, энзимная маска. Не лучше, не хуже, просто работает. И когда нужно, я ее наношу. Она, правда, немножко по-другому, именно способ применения у нее, потому что она наносится именно как маска, держится тоже 10-15 минут, и после этого как бы уже такими круговыми движениями нужно ее смывать. Действительно работает, то есть хорошо отшелушивает какие-то омертвевшую кожу. После нее опять-таки очень такой свежий вид, и как бы, знаете, кожа такая как более, не знаю даже как описать, эластичная, да, такая как тоже натянутая, блестящая может с какой-то стороны. Но блестящая не от того, что она жирная, а от того, что просто вот, знаете, как отшлифованная, вот такая вот. Мне понравилось, с удовольствием пользуюсь, поэтому я достаточно скептически относилась к марке Renbukur, потому что до этого у меня было одно единственное средство, это умывалка для лица, и она вообще не произвела никакого впечатления на меня. Я ей потом мыла кисти просто, ну, как бы мне вот, ну, как бы умывалка и умывалка, ну, вообще ничего интересного. Но вот эти средства, ну, за исключением, наверное, разве что крема под глаза, действительно мне понравились, то есть я с удовольствием ими пользуюсь, особенно вот этой фитомаской минус 7 лет, которая, я ее вполне могу рекомендовать каждый из вас, если вам нужно именно так, сделать вот лицо именно мгновенно более свежим и более таким здоровым и отдохнувшим. Теперь средство, которое уже очень долго находится у меня на полочке в ванной, которое я постоянно покупаю снова, снова и снова, это средство от Michael Todd, маска, которая называется Pumpkin. Очень-очень классная маска, она действительно, ей можно пользоваться только один раз в две недели, то есть не чаще, потому что она имеет в себе кислоты, которые действительно очень круто обновляют вашу кожу. После того, как наносишь эту маску, смываешь ее, и лицо действительно, знаете, такое на следующий уровень выходит, очень как-то сияет, красиво, подтянуто, все мимические морщины как будто чуть-чуть разглаживаются, эффект такого блюра на них. Я безумно люблю эту маску. В целом, марка Michael Todd мне очень нравится, я частенько заказываю какую-то продукцию с сайта Michael Todd, и эту маску я 100% могу порекомендовать тем, кому нужно бороться с какими-то мимическими морщинами. Вот 100% вы увидите с ней результат, что не просто нанес, смыл и все, как бы ничего не произошло. Но опять-таки, если вам там 20 лет и у вас так упругая кожа, то как бы вы результаты не увидите, то есть нужно, чтобы была какая-то база, уже такая, скажем так, с большим проявлением морщин, тогда на этой базе будет лучше видно, естественно. Еще один пилинг, тоже опять-таки, я показывала его в видео про Австралию, и опять-таки, напомню, если интересно, посмотрите. Грубо говоря, это пилинг-скатка, то есть наносится на влажную кожу и начинается сразу массирующими движениями, вот так вот вы наносите, и он сразу катается вот так вот под пальцами, и таким образом, как бы у вас тоже все отшелушивает с вашего лица. Тоже мне безумно понравилось, это наиболее быстрый эффект пилинга, то есть это вот мгновенно просто, не нужно сидеть, не нужно там как-то долго массировать, намочили лицо, и сразу чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. У меня очень проблемная зона, это именно нос, и бывает еще вот здесь, между бровями, часто шелушится кожа. И вот это именно то средство, которое моментально просто работает, вот если нет времени сидеть с маской, быстро вот так прошлись, и после этого макияж ложится вообще идеально просто. Меня часто спрашивают, как вот наносить косметику, чтобы не подчеркивать шелушение. Мой совет на самом деле, сначала избавьтесь от шелушений, и в этом помогают вот такие вот средства. Можно абсолютно что угодно использовать, там от самых каких-то бюджетных, обычных скрабов, до вот таких вот пилингов, там энзимных пилингов, химических пилингов. То есть лучше избавиться вот мгновенно от всяких шелушений, и после этого косметика ложится идеально просто. И последнее, что хочу вам показать, это гаммаж для лица. Вот это именно такой вот скраб, который имеет в себе гранулы, но в то же время это не совсем механический пилинг, все-таки немножко, мне кажется, в нем что-то в составе есть такое, что вот работает как химический именно пилинг. Тоже мне нравится это средство, оно копеечное, то есть стоит абсолютно недорого, но в то же время постоянно тоже находится у меня на полке в ванной, потому что я вот все их между собой взаимозаменяю, потому что если, например, вот эту маску, ей можно пользоваться только один раз в две недели, то я там сделаю, например, там еще вот эту маску, или там, например, вот эту маску сделаю. То есть взаимозаменяю, и таким образом как бы поддерживаю состояние моей кожи, я по крайней мере стараюсь его поддерживать. И вот этот Фаберлик конкретно очень неплохо, и тоже такое средство, которое мне не жалко, потому что оно стоит недорого, и я чуть ли не каждый день им можно пользоваться, то есть у него нет никаких там предостережений, что нельзя им пользоваться часто, поэтому если где-то какие-то шелушения, и если мне жалко использовать вот эту малютку, потому что когда она у меня закончится в Австралию, я не поеду за ней, естественно, надо стать ее нереально, то я пользуюсь Фаберлик овским средством, и нормально вполне. Ну вот и все, поделилась с вами всеми своими секретами по уходу, старалась раскрыть максимально про каждое средство, но если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Пока!